Возможно, у нас последний шанс заработать на повышение процентной ставки ФРС США на этой неделе. А что если ФРС США больше не будет повышать процентную ставку? Давайте посмотрим новость. Смотрите, в среду в 21.00 по Москве будет новость решения по процентной ставке ФРС. Прошлое значение было 5,25%, а планируется повысить до 5,5%. Если эта новость подтвердится, то значит доллар может укрепиться, а пара евро-доллар может сильно снизиться. Давайте посмотрим на графики. Сейчас евро-доллар движется вниз и, кстати, кто смотрел мой стрим в среду, я говорил о том, что британский фунт, это коррелирующая пара к евро-доллару, уже опустилась до линии поддержки в районе цены 1.2847. А значит, что высокая вероятность того, что евро тоже продолжит движение. Это было примерно вот здесь, когда я об этом говорил, и сейчас действительно евро продолжит снижение. Поэтому не пропускайте мои стримы, в эту среду будет опять. Подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании, ставьте колокольчик и встретимся в среду. Сейчас я считаю, что евро-доллар, скорее всего, продолжит еще дальнейшее снижение вниз. И как же мы можем заработать здесь на повышение процентной ставки ФРС США? Есть такая стратегия, называется вилка. Допустим, это вертикальная линия, будет момент выхода новости. Так вот, перед выходом новости нужно поставить два ордера. Один на покупку чуть повыше, другой на продажу чуть пониже. Если в момент выхода новости цена пойдет вверх, то исполнится ордер buy и мы заработаем на росте. А если цена пойдет вниз, то исполнится ордер sell и мы заработаем на снижение. Кстати, это более вероятно, потому что при повышении процентной ставки, скорее всего, доллар укрепится. Значит, пара евро-доллар наоборот снизится. Кстати, у моего робота есть такая настройка, которая удаляет противоположный ордер при срабатывании первого. То есть, если первый ордер исполнится, второй мгновенно удалится. Это защитит вас от потерь. Если будет высокая волатильность и цена будет ходить вверх-вниз, вверх-вниз и может задеть второй ордер тоже. Как еще мы можем использовать повышение процентной ставки в США? Если цена пойдет вниз до выхода новости и соединится с линией поддержки, то в этот момент лучше воздержаться от сделки, потому что повышение процентной ставки движет цену евро-доллара вниз, а технические анализы вверх. Поэтому здесь непонятно, куда пойдет цена. Лучше воздержаться от сделки. Но до выхода новости о повышении ставки вы можете отсюда купить и заработать на росте от этой линии поддержки. А если цена пробьет еще ниже, то здесь можно усредниться и купить еще раз от уровня цены 1.09.53. Здесь я ожидаю, что цена пойдет вверх. Таким образом вы сможете усредниться и выйти в 0 и даже в плюс по стратегии усреднения. По ней, кстати, тоже работает мой торговый робот. Если вы включите робота по отложенному ордеру, около первого уровня поддержки. Далее измеряем расстояние. Здесь примерно 570 пунктов. Вы можете выставить расстояние между усредняющими ордерами в настройках робота 570 пунктов. И он сам автоматически усреднится и при возврате цены вверх выйдет в плюс и закроет все сделки в плюс. Кстати, повышение ставки будет не только в США, но и в еврозоне. Европейский центральный банк тоже повышает ставку. Давайте посмотрим новости. Итак, в четверг будет в 15.15 новость решения по процентной ставке в еврозоне. Была ставка 4%, планируется до 4.25 повысить. Это означает, что если новость подтвердится, то евро-доллар может вырасти. Кстати, об этих новостях я предупреждаю в своем телеграм-канале. По QR-коду на экране можете переходить на мой канал, чтобы вы не пропускали эти новости и зарабатывали вместе с нами. Мы уже посмотрели с вами разворотные точки по евро-доллару. Могу лишь добавить, что если цена в момент выхода новости приблизится к линиям поддержки, то это спровоцирует еще более сильный рост. И это хорошая точка входа в момент выхода новости для покупки евро и заработать на росте. Давайте глянем еще пару доллар-канадский доллар. Здесь интересные есть моменты. Если цена пойдет вверх, смотрите, еще не отработан уровень Fibonacci на 61.8. Это в районе цены 1.3272. А если цена пойдет вниз, то здесь я бирюзовым прямоугольником отметил разворотную точку на покупку. Это в районе цены 1.3142. Отсюда можно будет купить и заработать на росте. Если вам кажутся сложные какие-то термины в уровне поддержки, сопротивления, Fibonacci, индикаторы MACD, Moving Coverage и так далее, то заходите ко мне на канал и проходите курс, базовый курс для начинающих. Он поможет вам сориентироваться в этом рынке и быстрее стартануть и заложить хороший фундамент в этом бизнесе. Если же вы клиентом маркетс и вы хотите получить мой торговый робот, то пишите мне в Telegram. По ссылке в описании вы найдете мой канал. Там к любому видео есть ссылка на мой Telegram. Я расскажу вам, как его получить бесплатно. Ну а полный обзор по всем инструментам, которые я разбираю на эту неделю, смотрите в моем канале по ссылке в описании. Желаю всем удачи, торгуйте с удовольствием. Всем пока!